Почему вы беспокоитесь о мире, вместо того, чтобы позаботиться о себе? Вы хотите спасти мир, не так ли? Вы можете спасти мир до того, как спасете себя. И что значит спасти себя? Спасти от чего? От иллюзий. Спасение означает видеть вещи такими, какие они есть. Я хочу только иметь возможность помогать миру. А кто говорит, что вы не можете помогать? Вы создали в своем уме представление о том, что такое помощь и что для этого нужно. И увязли в конфликте между тем, что вы должны делать, и тем, что можете. Между необходимостью и возможностью. Повседневная жизнь – это жизнь действий. Нравится вам это или нет, но вы должны действовать. Все, что вы делаете во имя себя, накапливается и становится взрывоопасным. И однажды оно вырывается и опустошает вас и ваш мир. Когда вы обманываете себя, что трудитесь во благо других, это только ухудшает дело. Потому что действовать согласно собственным идеям о том, что хорошо для других, неправильно. Человек, утверждающий, что знает, что хорошо для других, опасен. Тогда как нужно действовать? Не для себя, не для других, а во имя самого процесса. Вещь, достойная исполнения, является своей собственной целью и смыслом. Не делайте ни из чего средства для чего-то еще. Не связывайте. Значит, мир нельзя спасти? Какой мир вы хотите спасать? Мир вашей собственной проекции? Спасите его сами. Мой мир. Покажите мне мой мир. Я сам им займусь. Я не знаю никакого мира, отдельного от меня, который я могу спасти или не спасти. Какое вам дело до спасения мира, когда все, что нужно миру, быть спасенным от вас? Уйдите с картинки и посмотрите, останется ли что-нибудь, что нужно спасать. Вы настаиваете на том, что без вас ваш мир не существовал бы, и поэтому единственное, что вы можете для него сделать, это закончить представление. Это не выход. Даже если бы мир был моим собственным творением, такое знание не спасло бы его. Оно только объясняет его. Вопрос остается, почему я создал такой никуда негодный мир, и что я могу сделать, чтобы это исправить? Вы говорите «забудьте все» и восхищайтесь собственным величием. Наверняка вы имеете в виду не это. Описание болезни и ее причин не вылечит болезнь. Нам нужно настоящее лекарство. Описание и нахождение причин – это лекарство от болезней, вызванных тупостью и глупостью. Недостаток чего-либо в организме лечится приемом недостающего вещества. Подобным образом, жизненные болезни лечатся хорошей дозой разумной отрешенности. Вы не можете спасти мир, давая советы, невыполнимые для простого смертного. Люди такие, какие они есть. Неужели они должны страдать? Пока они такие, какие они есть, у них нет шанса избежать страданий. Уберите чувство отделенности, и конфликтов не будет. Природа может уничтожить миллион человек, но меня это не пугает. В этом может быть трагедия, загадка, но не жестокость. Меня ужасают страдания, разрушения, опустошения, вызванные людьми. Природа великолепна в своих деяниях, но в действиях человека столько подлости и безумия. Верно. Итак, ваша проблема не страдания и смерть, а подлость и безумие в их основе. Не является ли подлость формой безумия? И не является ли безумие неправильным использованием ума? Проблема человечества лежит только в неправильном использовании ума. Все сокровища природы и духа открыты человеку, который использует свой ум правильно. Что значит использовать ум правильно? Страх и жадность являются причиной неправильного использования ума. Правильное использование ума – это служение любви, жизни, истине, красоте. Легче сказать, чем сделать. Любовь к истине, к человеку, доброта – какая роскошь. Чтобы исправить мир, нужно много хорошего. А где его взять? Вы можете потратить вечность в поисках истины и любви, понимания и доброты, умоляя Бога людей помочь вам. И все впустую. Вы должны начать с себя. Это неумолимый закон. Вы не можете изменить отражение, не изменив лица. Сначала поймите, что ваш мир – лишь отражение вас самих. И перестаньте искать недостатки в отражении. Обратитесь к себе. Исправьте себя ментально и эмоционально. Физические изменения последуют автоматически. Вы так много говорите о реформах – экономических, социальных, политических. Оставьте реформы в покое. И займитесь реформатором. Какой мир может создать человек, который глуп, жаден и бессердечен? Если нам придется ждать преображения человека, то мы будем ждать вечно. Ваш совет невыполним. Он может принести только отчаяние. Если все будут совершенны, то и мир будет совершенен. Бессмысленная констатация факта. Я этого не говорил. Я сказал только, что вы не можете изменить мир, не изменив сначала себя. Я не сказал, не изменив сначала всех. Изменять других не нужно, да и невозможно. Но если вы сможете изменить себя, вы поймете, что больше никаких перемен не требуется. Чтобы сменить фильм, вы просто меняете пленку. Вы не набрасываетесь на экран. Как вы можете быть так уверены в себе? Откуда вы знаете, что то, что вы говорите, правда? Я уверен не в себе. Я уверен в вас. Все, что вам нужно, это прекратить искать снаружи то, что может быть найдено только внутри. Прежде чем начать действовать, исправьте свое видение. Вы страдаете от острого непонимания. Проясните свой ум. Очистите свое сердце. Осветите свою жизнь. Это кратчайший путь к изменению своего мира. На свете было столько святых и мистиков, но они не изменили мой мир. Они не смогли бы. Ваш мир не их, а их мир не ваш. Но ведь это фактически мир, общий для всех. Мир вещей, энергии и материи. Даже если и существует такой общий мир вещей и сил, это не тот мир, в котором мы живем. Наш мир – это мир чувства и концепций, приязни и неприязни, шкалы ценностей, мотивов и стимулов. Ментальный мир. Биологически нам нужно очень мало. Наши проблемы – другого свойства. Проблемы, созданные желаниями, страхами и ошибочными представлениями, надо решать на уровне ума. Вы должны победить свой собственный ум. И для этого вы должны выйти за его пределы. Чтобы помогать другим, человек сам не должен нуждаться в помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok